Журналистам новой газеты была передана видеозапись, сделанная в июне 2017 года, правильно? И на этом видео, оно довольно длинное, там около 10 минут, в небольшом помещении, похожем скорее на учебный класс, чем на какое-то шизо. Поэтому множество, наверное, человек 10 или 15 сотрудников колонии бьют тубинками то по ступням, то по ногам заключенного по имени Евгений Макаров, который сидит по бытовой статье. Для вас эта видеозапись, когда вы ее впервые увидели, она была неожиданной или вы примерно понимали, что такое действительно происходит в наших колониях? Вы знаете, на самом деле произошел какой-то феноменальный случай, потому что мы до этого, на протяжении последних 15 лет и даже, наверное, больше, знали даже случаи, когда за решеткой убивали кого-то. Но в данном случае почему-то сработало, хотя Евгений Макаров жив-здоров, он прекрасно себя чувствует, сработал, наверное, эффект того, что люди смогли своими глазами видеть, как это может происходить. Сам Евгений Макаров был доступен для комментариев через своего адвоката, и он подтверждал, что это с ним все происходило, он назвал людей, которые там присутствовали, их изначально сразу можно было идентифицировать, составлен был полный список этих сотрудников. Есть разница между применением силы и пытками как таковыми. Что это вообще такое, общественная наблюдательная комиссия, когда она появилась? Закон об общественном контроле был принят для того, чтобы Россия, артифицировавшая конвенцию против пыток, как-то могла мировому сообществу отчитаться, что она действительно борется с пытками. У нас еще проблема с конвоем осталась по-прежнему, потому что все-таки люди считают, что это пытка настоящая, когда их доставляют в суд и обратно, дорога занимает по 5-6 часов, иногда люди все это время не могут сходить в туалет, они по-прежнему выезжают на суд с пластиковыми бутылками, в которых справляют нужду. Но это на самом деле не просто каменный век, это ужасно. Перевозят больных и здоровых заключенных, иногда перевозят людей совершенно с разными статьями, например, жестоких убийц, которые потенциально могут быть опасны, и человека, которого взяли за кражу. Вы, в частности, писали о существовании ОПГ среди сотрудников, даже не среди заключенных, которые занимаются распределением этих ВИП-куек. Там была связка, там занимался всем этим делом непосредственно один из известнейших решальщиков Дианисий Золотов, такой заключенный был. Он пользовался особым положением у сотрудников, они ему разрешали, в частности, гулять по коридору, просто он мог выходить. Бескатные? Да, у него были мобильные телефоны, он там всем распоряжался, он сам говорил, что спонсируют весь этот ремонт, все эти вот камеры, это все он делает, все это он облагораживает. Эта система совершенно автономная, изолированная, такая под прониковым колпаком находится, или все-таки она напрямую считывает какие-то ввения, временем? Жизнь по понятиям, да, по воровским, вот по всему этому, она не умерла, она наоборот, она стала набирать обороты сейчас. Редактор субтитров А.Семкин